Трагедия в пермском клубе «Хромая лошадь» унесла в 2009 году жизни 156 человек. Совладелец клуба Анатолий Зак приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С учетом нахождения в СИЗО он уже провел за решеткой более 7 лет. Последние два года Зак находится в Сигежской колонии номер 7. Так как две трети срока позади, осужденный подал прошение об условно-досрочном освобождении. Но Сигежский суд в ноябре прошлого года ходатайство отклонил. Анатолий Зак обжаловал это решение в Верховном суде Карелии. Осужденный ссылался на то, что с первого дня ареста его близкие в добровольном порядке выплачивали компенсацию пострадавшим и семьям погибших. В общей сложности Зак выплатил им более 150 миллионов рублей. Осужденный подчеркивал свое намерение и в дальнейшем помогать всем пострадавшим в той трагедии. Ссылался Анатолий Зак и на свое пошатнувшееся здоровье. Мои заболевания требуют срочного лечения и операций на иждивение детей и родителей. Очень прошу отпустить меня. По словам прокурора, для УДО по состоянию здоровья существует другой порядок рассмотрения прошения, а приведенные осужденным доводы о наличии детей и родителей, которым нужна помощь, а также ведомственные награды не являются основанием для досрочного освобождения. Особое внимание суда прокурор обратила на поведение Анатолия Зака в колонии. Зак неоднократно допускал нарушение установленного порядка отбывания наказания, за что 14 раз привлекался дисциплинарной ответственности. Из них 6 было только в 2016 году, последнее, причем в октябре 2016 года. И из всех этих 14 раз, 9 раз выгорался штрафной изолятор. Верховный суд Карелии жалобу Анатолия Зака оставил без удовлетворения. У осужденного есть еще трое суток для подачи апелляции в Верховный суд России. Если и он оставит решение карельских судей без изменений, то на свободу пермский бизнесмен выйдет не раньше 9 октября 2019 года.